Уничтожить криптонит. Урок 7. Истина, терпение и любовь. Джон Вивер Друзья, это уже седьмой урок. Представляете, мне так нравится с вами общаться. Я знаю, что говорю только я. У вас такие прекрасные лица, вы притягиваете к себе. Тема этого урока — терпение, истина и любовь. Это, пожалуй, мой любимый урок. Но говоря об уничтожении криптонита, нам необходимо поговорить об этих трех словах — терпение, истина и любовь. Итак, для начала я хочу обратиться к церкви в Феатире. Даже не к церкви, а к посланию Иисуса этой церкви. Вы знаете, что в книге Откровения есть обращение к семи церквям в Азии, которым Иисус дает послание? Если эти послания относились бы только к историческим церквям, их не было бы в Писании. Почему? Потому что они были бы актуальны только для них. То, что они есть в Писании, означает, что у них есть пророческое применение. Это значит, что они применимы к нам сегодня. Первое, что я хочу подчеркнуть, они сказаны не городу Феатире, а не сказаны церкви в Феатире. Так говорит Иисус. Давайте посмотрим, как Он начинает. Скажу так, я скажу лично. Я скажу так, словно Он говорит нам. Окей? Можно? Я хочу поговорить об этом в настоящем времени, потому что это относится к нам. Окей? Он говорит, «Я знаю твои дела». Это Иисус говорит нам. «Твою любовь, веру, твое служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые». Эти слова взрывают мозг. Что служение теряет в первую очередь, когда отступает от Бога. Любовь Бога. Если посмотреть на церковь в Эфесе, Он сказал, «Вы оставили свою первую любовь». Верно? Не эта церковь, не наша церковь. Мы любим крепко. Мы не просто любим крепко наше служение. Крепкие вера крепка. У нас есть терпение. Я даже скажу больше. Мы постоянно улучшаемся. Наши последние дела лучше первых. Какой пастор не хотел бы услышать такие слова от Иисуса? Вау, классно! Сам Иисус говорит, что мы становимся лучше с каждым днем. Очевидно, это хорошая, растущая, сильная церковь. Они служат в общине. Они любят свою общину. Верно? Но теперь давайте посмотрим, что Он говорит дальше. Хорошо? Я хочу убедиться, что мы с вами вместе. Это не застойная церковь. Она растущая. Хорошо? Итак, похвала Иисуса внезапно превращается в исправление. Он говорит, «Вот что я скажу против тебя. Ты терпишь женщину по имени Изавель, которая называет себя пророчицей. Она вводит в заблуждение моих слуг и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесенную в жертву идолам». Во-первых, почему имя Иезавель? Разве кто-нибудь... Надо понимать, что в церквях тогда было много евреев. Разве кто-нибудь назвал бы своего ребенка Иезавелью после истории, описанной в Третьем и Четвертом Царствах? Итак, я не думаю, что это была реальная женщина по имени Иезавель. На мой взгляд, есть другая причина, и также считают переводчики нового живого перевода, потому что в английском языке написано «эту Иезавель». Скажем, Алик — мой сын, который все время шутит. Если я скажу «Алик, тот шутник», я не говорю, что его зовут Шутник, я говорю, что он Великий Шутник, верно? Итак, Иисус говорит «эту Иезавель». Итак, что Он говорит? Она того же духа, как Иезавель из Третьего и Четвертого Царств. Вы улавливаете? Давайте поговорим о Иезавеле, о которой написано в Третьем и Четвертом Царствах, если о ее духе и ее тречь. Хорошо? Итак, Иезавель из Третьего и Четвертого Царств была царицей и поклонялась идолам. Она творила беззаконие и имела такое огромное влияние, что вела весь Израиль в ступор. Только один человек осмелился противостоять ей, его звали Илия, и даже он убежал от нее, спасая свою жизнь. Но он поднялся против ее пророков. Знаете, кем были ее пророки? Это были люди, которым она платила. Это были светские СМИ. Это были... Надо ли продолжать? Итак. Когда Илия обличал народ, он спросил, вы собираетесь служить Богу? Смотрите, что он говорит. Сколько еще вы будете пытаться усидеть на двух стульях? Если Господь — это Бог, идите за ним. А если Ваал... Ой-ой-ой-ой. Помните, Ваал — это идол. Что вам приходит в голову, когда вы слышите слово «идол»? Если осознанный грех, то идите за ним. Примите решение, они все впали в ступор. Итак, Илии пришлось обличить их. Теперь мы должны задать вопрос. Давайте вернемся к церкви в Феатире. Члены церкви, которые растут в любви, растут в служении и вере, разве они совершают сексуальные грехи? Разве они едят идоложертвенное? Я так не думаю. Почему я так не думаю? Потому что Павел не осуждает тех, кто ест идоложертвенное. Прочтите в 1 Коринфянам 8, Римлянам 14, он сказал «поступайте по своей вере». Итак, почему Иисус будет обличать то, что Дух Божий через Павла не обличает? Окей? Большинство комментариев, если мы посмотрим, то большинство комментариев сходятся во мнении, что речь идет не о сексуальном разврате и идолах, но об идолослужении осознанного греха. Окей? Вот о чем я хочу сказать. Все это не имеет значения. Знаете, что имеет значение? Иисус обличает здесь не действие, а скорее бездействие всей церкви по отношению к осознанному греху или идолослужению. Потому что, посмотрите, посмотрите сюда. Он говорит «Но имею против вас». Ты терпишь. Окей, вы видите это слово «терпишь»? Оно значит «позволяешь» или «допускаешь». В отрицательном значении это значит «не запрещаешь», «не останавливаешь», «не предотвращаешь». Итак, Иисус обращается к этим обидчикам. Скажем, в этой церкви в Феатире, возможно, действительно была женщина с большим влиянием и большим количеством приверженцев. Он поднимает вопрос, разбирается с ней и с ее приверженцами. Он разбирается с бездействием в церкви. Вы терпите это? Вы не обличаете ее? Окей? Потому что, смотрите, что сказал Иисус. «Я дал ей время покаяться». Но она не хочет раскаяться в своем разврате. Очевидно, что предупреждения были и прежде, но они не слушали. Он разбирается с церковью за то, что она терпит. Вероятно, эта церковь принимает мотивирующее учение, вдохновляющее учение. Они не хотят никаких обличений и предупреждений. Вы понимаете меня? Представьте, если бы вы находились в горящем здании, что вы будете делать в горящем здании, в котором люди спят? Просыпайтесь! Пожар! О мой Бог! Надо всех вывести из здания! Знаете, что апостол Иуда оказался в подобной ситуации? Он сказал, возлюбленные, при всем моем желании написать вам о нашем общем спасении. Он хотел сказать что-то позитивное о спасении. Я счел нужным напомнить вам о необходимости защищать веру, которую Бог доверил нам раз и навсегда своему святому народу, потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Эти безбожные люди превратили благодать нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Друзья, вот какая ситуация. Иуда хотел написать про небо. Он хотел написать нам про то, как быть посланниками Иисуса, о чудесных благословениях мудрости, исходящих от Иисуса, об исцеляющей силе Бога. Он сказал, я не могу. Важнее, чтобы я предупредил вас о людях, превращающих Божью благодать в повод к разврату. Потому что, вы видите, были люди, которые проповедовали вседозволяющую благодать, а не благодать, дающую силу. То же самое происходило в Феатире. Поэтому Иуда говорит, я как добрый отец должен предупредить вас об этом. И могу ли я сказать, я понимаю его дилемму? Я понимаю его огорчение. Бывали времена, когда я чувствовал, что хочу написать книгу о чем-то позитивном, радостном, воодушевляющем. Потому что кто не хочет получить ободрение? Ободрение — это часть Евангелия. Не поймите меня неправильно. Это назидание, увещевание, утешение. Верно? Мы все нуждаемся в ободрении. Каждый из нас. Но невозможно проповедовать весь совет Божий, только ободряя. Как церковь мы уклоняемся. Мы ничем не отличаемся от Феатиры, и Дух Святой показал мне, что наша вера умножается, любовь умножается, служение растет, но мы не обличаем, тем самым увлекая людей фальшивым Иисусом, идолослужением. Вы понимаете? Есть древняя латинская пословица «молчание — знак согласия». Надо было говорить «когда мог». Позвольте мне сказать вам про лидеров. Их молчание красноречиво. Оно говорит «все нормально, продолжай, ты ничего плохого не делаешь». Иисус ясно говорит, что люди, которые поддаются ее ложному учению, сильно пострадают, если не покаются. Я имею в виду, это серьезные вещи, потому что он обращается не к городу Феатира, но к церкви. Итак, возникает вопрос, что стоит за всей этой толерантностью? Почему эта церковь, эти люди, которым пишет Иуда, почему они все это терпят? Из-за искаженного представления об истинной любви. Вот в чем причина. Если посмотреть эфицианам главу 4, многое станет понятным из нового живого перевода. Вы или кто-то из ваших знакомых говорит на другом языке, кроме английского? Вы хотите еще динамичное учение от Джона и Лизы Бивер? Посетите сайт cloudlibrary.org, где можно бесплатно скачать видео и другие материалы. Выберите свой язык. Выберите материал из обширной библиотеки. Электронные книги, видеоуроки и аудиоуроки и учения, телепередачи, Библии и другое. Узнайте больше на сайте cloudlibrary.org. Павел говорит, мы не будем подвергаться влиянию людей, обманывающих нас своей ложью, которые выдают за истину. Вот что я скажу. Ложное учение будет настолько близко к истине, и оно будет умным. Но вместо этого, смотрите, что говорит Павел, обратная сторона. Мы будем говорить истину в любви, возрастая во всем во Христа. Лжеучение можно легко по ошибке принять за правду. Какая сила справиться с этим? Не просто говорение истины, но истины в любви. Если говорить только истину, вы станете законником. Но если говорить только о любви, вы впадете в безумие. Но когда вы будете говорить истину в любви, вы получите нужную защиту, которая сохранит вас. Вот почему Павел говорит Коринфской церкви, кажется, чем больше я люблю вас, тем больше вы не любите меня. Потому что Коринфская церковь не хотела слышать исправления. Им это не нравилось. Они хотели слышать слова ободрения. Только ободрение. Давайте будем честными. Я прочту сейчас из своих записей. Мы удерживаемся говорить некоторые духовные истины, потому что смотрим на них без любви, которую отчаянно жаждем. Мы избегаем говорить людям истину, которая призывает их менять свой образ жизни. Мы воспринимаем призыв мужчин и женщин к покаянию как недостаток сострадания, милосердия, доброты и любви. Но давайте посмотрим ролик, который подготовила наша команда. Эй, брат, смотри, будь осторожным. Лабрадудол. Что? Да, там внизу. Да, люблю эту породу, такая хорошая. Наполовину лаб, наполовину мудл. Подожди, что? Мудл? Да. Не может быть. Нет. Это совсем мудл. Да, это мудл. Это Дэйф из икона? А, да. Что он там делает? Наверное, наслаждается видами. Подожди, он ведь... Ой. Надо его предупредить. Эй, Дэйв! Эй, брат, что ты делаешь? Ты не можешь просто указывать Дэйву, что ему делать. Ты сам слепой? Эээ, нет. Окей. Значит, ты просто не знаешь, что он проходит. Ты его не понимаешь. Оставь его, с ним все в порядке. Он только что подскользнулся. Ты будешь упрекать его за это? Каждый может подскользнуться. Я просто пытаюсь уберечь его, чтобы он не пал с обрыва. Нет, нет, послушай. Я думаю, сейчас тебе просто надо любить его и не указывать. Какое это имеет значение? Это имеет большое значение. Если ты будешь указывать на его слабость, он не будет чувствовать себя любимым и принятым. Я пытаюсь уберечь парня, чтобы он не упал со скалы. Он даже не останавливается. Эй, Дэйв! Прекрати, прекрати! Если ты скажешь что-нибудь слепому, то многие люди огорчатся. Что если мы перестанем ему нравиться? Ты об этом подумал? Дэйв погибнет? Эй, Дэйв! Нет, нет, нет! Кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? А, да, Дэйв! Как дела? Это Чарли из школы. О, привет, друг! Прекрати! Сделай мне Дэйва! Может быть, вы мне поможете? Я, кажется, заблудился. Скажите мне, я правильно иду? Вдруг он заблудился. Да, ты прав. Но мы все равно должны ободрять его. Дэйв! Эй, Дэйв, ты молодец! Ты знаешь, мне так нравится, что ты здесь. Я горжусь, что ты на этой тропе. Ты молодец, ты молодец. Оу. Хорошо, спасибо. Смотри, он все понял. Надо просто любить его во всех его проблемах. Да, ты понял! Дэйв? 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 Ребята, это очень наглядный ролик. Давайте поговорим об этом. Какое отношение это имеет к нам сегодня? Верно? Вот Дэйв. Он слепой. Он идет прямо к обрыву. На верную смерть. Чарли интересует только то, чтобы максимально скрасить его последние шаги. Когда мы в церкви думаем только о том, чтобы говорить позитивные, вдохновляющие слова, пусть это будет лучший день в твоей жизни. Мы хотим, чтобы ты наслаждался жизнью. И мы говорим только это. И что мы делаем, это ведем много слепых людей к обрыву, просто немного скрашивая им жизнь. Но главное, мы не любим их. Самое печальное то, что когда мы на самом деле хотим проявлять любовь к людям, это воспринимается как что-то неприятное и ненавистное. Хотя в реальности мы пытаемся спасти их от гибели. Причина, по которой мы этого не делаем, это потому что мы видим жизнь в перспективе 70-80 лет. Вот наша перспектива. Многие христиане на Западе видят жизнь только в отрезке 70-80 лет. Это как пойти на свадьбу, увидеть стол, заставленный десертами. Если у меня перспектива только одного дня, что я сделаю? Я попробую все десерты на столе. Так ведь? Но если у меня перспектива шести месяцев, я съем только один или не съем совсем. Почему? Потому что я не хочу, чтобы у меня болел желудок на следующий день. Я не хочу поправиться на три килограмма на следующей неделе. Я не хочу играть со своим здоровьем. Правда? Наверняка кто-нибудь скажет, «Джон, да ладно тебе! Наслаждайся жизнью!» Нет, это не наслаждение жизнью, это наслаждение одним днем. Понимаете? Что мы делаем? Мы спорим, мы говорим, «Вы не знаете, что он проходит, вы не знаете его прошлое». Подождите минутку. Мы что, избегаем говорить людям правду? Потому что мы не хотим, чтобы они подумали, что мы ненавидим их. Вы понимаете? Вы понимаете, что есть реальный ад? Есть реальный ад. Иисус говорит о нем, Павел говорит о нем, Иоанн говорит о нем. Посмотрите в Писании. Иоанн говорит, что там они будут мучиться день и ночь, во веки веков. Посмотрите, от Матфея Иисус говорит, они пойдут в вечное наказание. Это означает наказание, которое никогда, никогда, никогда не закончится. Вечный значит никогда, никогда, никогда. Эти люди получат наказание вечного отделения от присутствия Бога. Настоящее наказание ада — это отсутствие всякой жизни, отверженность от присутствия Бога. Бог сотворил ад не для человека. Он сотворил его для дьявола и его ангелов. Дьявол обманул Адама, и Иисус пришел спасти нас. Поэтому теперь мы просто хотим, чтобы каждый человек был счастлив и наслаждался жизнью 70-80 лет, когда Иоаков говорит, что жизнь — это пар, по сравнению с вечностью земная жизнь — это ноль. Итак, что же такое истинная любовь? Что это? 1 Иоанна 4,8 говорит, что Бог есть любовь. Послушайте, Бог есть любовь. То есть не у Бога есть любовь, а сам Бог есть любовь. Он и есть сама сущность любви. Неужели мы будем говорить Творцу, кто Он? Неужели мы будем решать? Нет. Мы позволим Ему решать, что есть любовь. Верно? Однажды я молился, гуляя по берегу моря, по очень красивому пляжу. Было раннее утро, и Дух Святой сказал мне, «Сын, церковь сосредоточена на второстепенных вещах, относящихся к любви, а не на сущности любви». Я сейчас объясню, что это значит, что Он мне показал там на пляже. Скажем, я пытаюсь научить ребенка, как отличить мужчину от женщины. Если вы скажете ребенку, «У мужчины есть два глаза, есть нос, есть два уха, есть волосы, две руки, пальцы на руках, две ноги». Знаете, что ребенок легко сделает? Он посмотрит на женщину и скажет, «Это мужчина». Почему? Потому что я не объяснил ему разницу между мужчиной и женщиной. То, что у женщины есть грудь, и ее репродуктивная система не такая, как у мужчины. Я не объяснил ему определяющую разницу между мужчиной и женщиной. Верно? Бог говорит, «Вы говорите о второстепенном». Любовь добра. Да, но и в мире есть добрая любовь. Любовь терпелива. Да, но вы видите, что люди аплодируют другим терпеливым людям в мире. Вы понимаете? Надо ли мне продолжать? Но вот в чем отличительная разница между любовью в мире и любовью Божьей. 1 Иоанна 5, 3. «Это есть...» Смотрите. «Это есть любовь к Богу». Здесь не написано, что любовь — это любовь добра, любовь терпелива и так далее. «Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Верно? Если посмотреть 2 Иоанна, если мы не поняли из 1-го, 2 Иоанна 6, «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Если этого недостаточно, то дадим слово Иисусу. Хорошо? Послушайте, что Он сказал. «Те, кто...» Красным цветом в Библии написаны слова прямо из уст Иисуса. «Кто имеет заповеди Мои, не предложения, и соблюдает их, тот любит Меня». Итак, мы сосредоточились на второстепенном, вместо того, чтобы понять истинное отличие любви Божьей от любви в мире. Если я долго терплю, милосердствую, не завидую, не превозношусь, не горжусь, не бесчинствую, не ищу своего, не раздражаюсь, но... Регулярно смотрю порнографию, постоянно сплетничаю. Я живу в осознанном грехе. Разве это любовь? Нет. Итак, истинная любовь, добра, милосердна, не горда, но еще она означает соблюдение заповедей Иисуса. Другими словами, я могу соблюдать... Я хочу показать вам еще одну сторону. Я могу соблюдать все заповеди Иисуса, но при этом я груб с людьми. Значит, я не соблюдаю заповеди. Я нетерпелив к людям. Это тоже не любовь. Любовь — это целый комплекс. Нельзя показать разницу только в половых органах и сказать, «Это мужчина. Важен весь комплекс». Когда я истинно хожу в любви Божьей, я терпелив. Я не бесчинствую, не горжусь, не превозношусь, не завидую. Я верю в лучшее в каждом человеке. Но еще я соблюдаю заповеди. Итак, вот почему Павел говорит Тимофею, и это последние слова Павла, записанные на земле. «Возвещай и проповедуй слово. Будь настойчив. Оставайся верным. Будь рядом. Будь наготове. При благоприятной и неблагоприятной возможности». Это показалось неблагоприятным, и Чарли помешал своему другу уберечь Дейва, и тот упал в обрыв. Он не хотел конфликта. И в удобное, и не в удобное время, когда принимают, и когда не принимают, когда принимают, и когда не принимают. Ты, как проповедник слова, должен показать людям, в чем они заблуждаются в жизни. Это одни из последних слов, написанных Павлом на земле молодому посланнику Иисуса Христа по имени Тимофей. Истинная любовь и истинная любовь всегда будет сопровождаться истиной. Любовь, беспривязанная к ней истины Божьего Слова, это вовсе не любовь, это подделка. Сегодня в мире, в обществе, мы уходим от истины. У нас остается фальшивая любовь, которая вовсе не есть любовь к Богу. Отсюда исходит мотивация создавать фальшивого Иисуса. Увидимся на следующем уроке. Увидимся на следующем уроке. Увидимся на следующем уроке.